Ну что ж, ребят, всем привет и добро пожаловать на канал Лёми, в ламповую нашу игру Dicey Dungeons. Это уже какая-то десятая часть, да, прохождения. А мы ещё всё ещё очень-очень далеки от финала, потому что здесь очень много ур-эпизодов. Фу, так это эпизоды называются, эпизоды надо запомнить. Хуже порчи. Это проклятие Алчни, это хуже порчи называется. У нас с вами будет инженер. А то я всё время то испытания, то челленджи, то задания, то какие-то ещё, то подземелья. Как я только это не называл, это эпизоды. Карл, запомни эпизоды. Дайте два. Чего? Давайте посмотрим, что будет за челлендж. Мне под прошлым видео Вадим Горбуз писал, что ненавидит инженера, потому что как, черт возьми, за него играть? Что хп заканчивается раньше, чем получается дойти до босса. Черт возьми, что так логично, что гениально просто звучит, потому что я просто даже запомнилась. Я это не сразу прочитал, правда. Далеко не сразу просто увидел, потому что ютуб уведомляет через это самое, через одно место. Но это, черт возьми, да, это, знаете, единственное, от чего можно умилить, это от того, что хп заканчивается. Но, серьезно, у инженера большая проблема в том, что у него гаджеты, постоянно меняют его карты. В итоге билд на нём собрать просто невозможно. Надо делать как-то стараться от двух карт играть в основном, а всё остальное ситуационно менять? Надеяться перед боссом вытащить какой-то крутой гаджет? Ну, это опять всё так, знаете, рандомно, что ли. Чёрт знает, что получится. Давайте посмотрим, что у нас будет за задание сегодня в этом эпизоде. Дайте два. Вокруг столько оснащения, так зачем делать после боя одно устройство, если можно сделать два? Нееет, нет, 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 нет. Я надеялся, что когда написано было «дайте два», я надеялся, что хоть бы это было не два гаджета. Знаешь, даже не можно, а нужно. Да ладно! Находится дополнительное оснащение, это уже хорошо, начать с двойным оснащением и улучшенными молотами. Создаётся вдвое больше устройств. Мы две карты будем менять на устройство. Интересно, это мы должны будем из трёх карт выбирать две? Или это у нас три карты раз предложили, мы одну убрали, и в следующий раз опять три карты предлагают, мы ещё одну убираем. От этого многое зависит. Потому что если первый вариант, тогда нам придётся делать бьют по одной карте вообще. Инженер, мой решительный дружочек. Как там у тебя дела в моих подземельях? Знаете, нет стопроцентной уверенности в том, что тут всё честно. По-моему, одни эпизоды были посложнее других. О божечки, ну что ты? Это было бы до ужаса несправедливо. Я обязан всё проверить. И вообще-то, чем больше я об этом думаю, тем яснее, как вы уже поняли, не думаю, что это возможно, дорогуша. Это вообще на меня не похоже. Так или иначе, вперёд! Успехов в этом эпизоде! И не застрянь там на целую вечность. Что-то мне кажется, что она не совсем с искренними эмоциями передаёт эту мысль. Ни хрена себе, сундуков напичкана. Давайте посмотрим. Ни хрена себе. То есть у нас удвоение всего снаряжения стартового. Мы стартуем с молота, всё удваивается. У нас два молота, два огащих ключа. Окей, молоты, улучшенные молоты. Причём, а то так бы они занимали бы большой слот. Я помню. Совместись кубики. Кстати, можем шестёрки делать спокойно себе. Пулькомёт, не будем играть чуть по всему. Пулькомёт, скорее всего, будет в сторонке нервно курить. А-а-а! А это сильно всё меняет. Забрать всё. Морозному кубику с лежинка. Давайте, берём. То есть получается так, что мы... Мы ещё из всех этих самых, всех сундуков получаем в два раза больше. Я думал, что у нас в принципе будет вдвое больше сундуков. А не то, что дробь вдвое увеличен. Тогда это многое меняет. Хотя, боёв у нас, например, станет как бы... За бои мы начинаем тереть в два раза больше. А карт у нас настолько много не прибавляется. Не знаю. Может быть, не совсем... Не совсем... Как это сказать? Равносильный обмен. Будет видно. Ожог все кубиком. Два раза. Давай, вообще-вообще. Шесть ожогов. Уда тебе столько. У тебя кубиков меньше. Совместить кубики нам не требуется. А мы, если совместим, мы получим шестерку плюс единицу. Вопрос. Хороший. Было бы любопытно узнать. Давайте посмотрим. Ой, шестерка плюс тройку, в смысле. Да-да-да. Ну, вы поняли меня, да? Так, и мы делаем его нечётный. Давайте нечётный сделаем. Допустим. Ему всё равно 20 очков надо набрать. А так мы шестерку ему понизим. А-а-а-а. Смотрите-ка. Когда есть огненные кубики... У неё три кубика огненных была и заморозка. Заморозка не накладывается. То есть заморозка просчитывается после огня. И при этом, когда он огненный, она не накладывается. Окей. Узнали это вовремя. Это хорошо. Победа. Я что-то такое, на самом деле, просто... Я об этом так быстро догадался. Потому что я что-то такое слышал на видео. Я просто начал смотреть прохождение Dicey Dungeons тоже. Но смотрю только до тех эпизодов, до которых я сам дошёл. Просто мне самому хочется тоже немножко посмотреть. Как кто-то играет иногда. Не знаю, это как-то странно так. Так, переделать. Поэтому вот такое что-то я слышал. Совместить все кубики. Мороз одному кубику, ну... А, да, 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 два кубика менять. Совмести все кубики. Ну блин, я молод, не хочу менять. Ну это совместить все кубики. Ну блин, это так себе. Я в принципе совмещать, совмещать кубики не фанат. Нанести 9 урон и нести... 9 урон. А это большой, да? Да, это большой. Заразно. Падло. Может быть, один молот отложить, например? Взять снежинку? Убрать гаечный ключ и арбалет взять еще один? Я не знаю. Чтобы арбалет потом сбагрить? Потому что мне арбалет не особо нравится. За 12 очков нанести 9 урона. Если бы у нас были бы большое количество больших кубиков, там, дубликат и всякое такое, то оно, может быть, и выиграло. А так, ты не знаю. Ну куда мне их совмещать, все кубики? Мы их совместим, конечно, ради шока. А он от Мороза играет? Он от Мороза не играет. Он Мороза боится, так что мы ему сейчас блокируем оба кубика. Он бы сейчас, прикиньте, он бы сейчас шестерки вытащил, обе причем. Мог любую из них положить в карту и... А, ужас какой. А мы его контрим, кстати говоря. Ну да. Смотрите, все кубики. Фокус, что делать? На всех кубиках шестерки. Точно. А вот это уже играет с Молотом, играет с чем угодно, с большими картами. Точно. Смотрите, все кубики, шестерка, добиваем его. Потому что пока что работает, но вот как бы у нас просто не сролилась наша колода, наш билд. То есть мы все-таки можем билд делать на двух картах, потому что нам, даже если подряд эти две карты пойдут на голосование, мы выберем какую-то третью, которая лишняя. Так, тут мы, наверное, плазмоган делаем. И еще один плазмоган. Давайте еще один плазмоган, наверное. Еще один кубик, отлично. У нас увеличивается количество кубиков. Так, берем молот и гаечный ключ. Кубик, а нефига себе у нас место заканчивается. Кубики, карты заканчиваются. Но мы зато подбираем нанести меч. Меч я, кстати говоря, бы взял вместо чего-нибудь, но зараза он большой. Это плохо. Мы хотим в следующий раз опять мечи, что ли, сбагрить или что? Или пулька... Нет, я хочу меч и пульками откинуть. А выпадет ли так мне, а? А при ней сейчас выпадет на голосование вот эти три карты. Например. Ну ладно, давайте возьмем так все-таки, наверное. Будет видно. Пока что-то липкие руки. У него какая-то слизняк какой-то в руке. Типа какое-то продление его руки. В первый раз, по-моему, мы его увидим. Осьминожка, что-то опять нас не забыл. Ты какой-то в прошлый раз попитый был. Насколько я помню. Здесь такой радостный, а в прошлый раз он как будто бы вот так... Доказали за то, что он немножечко неправильно вилошел. Он от счетных... От несчетных он играет слепоту, а зато от счетных он дамажит. Так что нам выгодно мороз ему накидывать все-таки. Мы клазмоганы просто используем по полной программе. Совместить кубики? Да, без разницы вообще совмещать, не совмещать. Четыре урона есть. И в Африке четыре урона остаются. Наносим два урона. Слушайте, ну мы... Пока у нас есть мороз, конечно. Пока что все идет очень легко. Но мне кажется, что основные проблемы начнутся потом. Давайте совместим кубики, допустим. Черт, тут знаешь, что есть такое у нас. А, мы его убиваем все равно. Я обратил внимание. Как всегда, я крайне внимательный. Такс. Тре урона. Слушайте, а пулькомет в слабый гаджет превращается. Я думал, что почему-то, что раз карты на атаке, то они будут одинаковые гаджет давать. Но нет. Но мы по-любому делаем пулькомет. Мы с багривом, я как раз хотел его. И здесь вот, да, видите, на голосовании выдали эти три карты. Но я, наверное, вот это беру. Потому что я его режу буду использовать. Хотя он играет с молотом, но не знаю. Липкие руки. Давайте посмотрим, что это за враг. Хотя, может, стоило пойти на того врага, потому что там целая куча сундуков. Я карты не взял, карты не поменял. Я должен после каждого боя менять себе. А почему первый ходил? А, право первого хода. Все, понял, не дурак. Убегай. Ты чего, ни хрена себе. Он может скоммунизить у меня одну монетку один раз за бой и просто свалить. Он вообще ничего не делает, да? А мне надо просто задамажить. Он с одного кубика будет убегать пытаться, да? Ух, собака-то какая, а? Ну, шок тебе накидаем, мороз тебе кинем, чтобы он не мог четное сыграть. А его мороз конкрет, кстати говоря. Потому что он не может ничего сыграть. Он вези и убега не смог сыграть теперь. Попытаться хотя бы сыграть. Так, на самом деле здесь и кубики, только стрел, шок. Так, почти снесли его. Ну, выглядит враг очень странно, так необычно. Ну, давай, попробую бежать. Может, за него какую-то особую награду будут, а? Кто его знает? Конечно, вряд ли. Все, еще надежда у меня небольшая остается. И... Нет. Меч мы продаем. И что-то еще. Блин, надо мороз продавать, да? Черт меня возьми. Так, стоит. Но нам предлагают только одно что-то взять. А у нас тут удвоится или нет? Огнемет. Два кубика плюс два ожога. Один раз за бой. Удвоить значение кубика. Любой кубик. Из него может быть хорошая способность, очень. И с огнемета тоже хороший. Я огнемет беру. Беру. Так, нам надо оснащение не забывать менять серьезное. Это потому что огромная может быть проблема. Если мы забываем оснащение поменять, то все это беда. Пиши пропало. Так, в магазин зайдем. Нам, кстати говоря, огнемет дали только в одном экземпляре. Бумеранг. Не особо интересует. А вот металлолом, кстати, больше. Но улучшить оснащение. А что мы хотим улучшить? Вопрос. Огнемет. Он станет большим. Кулькострел. Он станет кулькометом. Он станет 4 бит, да? Да, на 4 меч станет. Урон плюс один. Чего-то вообще не смешно. У робота есть карта, которая маленькая. Урон плюс два. И она остается после его ошибки. То есть нам по всем параметрам лучше. Не, меч точно не будем улучшать. Пока что повременем с улучшением. Вдруг мы в этих зундуках найдем что-то поинтереснее. Стереотип. Слабый шок. Он вроде шок накладывает сам по себе, да? А, он слабость накладывает. Мороз кубика. А с чего он играет там? Отчетных? А, нет. Он максимально отчетный. Ну, он нам наложит слабость, но мы зато будем блокировать. Ну, не позволим ему много урона нанести нам. Хотя бы так сыграем. Мы не можем совместить кубики? Не можем. Ну, тогда мы играем так. Иду без разницы уже. Просто дамажем, накидываем вожок. И Мороз не играет, дурак! Мороз не играет с ожогом. Я бы сейчас из четверки сделал бы единицу урона. Так, Мазмаган. Так, у нас изверя фокус работал. Но мы его так добьем, я думаю. Без проблем. Победа! Опыт Х2. Осталось двух врагов убить до следующего левелапа. И здесь мы берем... А, какой берем? Тут мы продаем, наоборот. Меч, во-первых. По-любому. Меч меня особо интересует. Нанести 3 урона от огня. Что-то как-то я думал, что огнемет будет покруче. Огнемет мне хотелось бы оставлять. Потому что если даже у нас будет мало карт, и есть огнемет. Огнемет. В огнемет можно сразу 2 кубика сбагривать, и все они будут носить урон. Это просто как 2 карты на дамаг, плюс еще по ожогу. То есть как 2 меча, которые как бы в одном слоте находятся. В маленьком причем. То есть очень хорошо. Забрать все, конечно же. Нет смысла оставлять карты. Разделить кубик на 2. На 2 разделить кубик. Зачем? Я бы наоборот их совмещал для молота. А у нас будет способность разделить кубик на 2, да? Ухоженные доспехи или отмычку. Еще одну взять. Отмычку просто, чтобы сбагрить ее побыстрее. Мне кажется, она мне не нужна. Да, я, наверное, отмычку выберу просто. Потому что мне что-то как-то она совсем не нравится. Хотя можно взять и то, и другое, как бы. Тогда мы молотом пожертвуем. Нет, я молот все-таки хочу взять с собой. Слушайте, а я сейчас на огонное голосование выпадет 2 молота и огнемет. Вот это будет беда. Так что нет, так нельзя делать. Опасненько. Давайте посмотрим, можем. Без комментариев. Просто вообще, вот, просто вот не напоминает мне, что сейчас пришло. Я просто, я пришел, у меня прям так слеза навернулась. Она, она забрала мои деньги, но не улучшила мне карту. Я посмотрел на улучшение. По-моему, я на это уже попадался когда-то. Я посмотрел на улучшение. Ничего не улучшил. Ушел, решил потом улучшить. Она взяла, закрыла лавочку, во-первых. Забрала мои деньги, потому что у меня явно было больше денег. Там явно улучшение стоило дороже. И плюс еще в конце я забыл яблоки подобрать. Просто вот бинго. Натупил максимально, как только можно было. Ну а два врага убить до левелапа. Давайте карты возьмем сначала. Дублировать кубик. А вот это уже круто звучит, потому что тут способность крутая будет. Я бы подделку оставил себе на потом, на самом деле. Хотя бы одну штуку. Чтобы ее перед боссом взять. Если мы доживем, конечно. Металлолом, кстати, забрать. Все. Давайте вместо отмычки возьмем металлолом тогда. Получить один щит разбирается на части. Там, знаете, как можем сделать, а? Можем вот так попытаться. А, нет. Тогда все равно, может, нам металлолом сразу придет. Если он нам придет вместе с двумя молотами, мы разбираем металлолом. А потом может прийти два молота и огнемет. Так что так делать нельзя, не стоит. Делаем так. Мы, в принципе, у нас две защитные карты сейчас. Поэтому яблока нам не надо, в принципе, я думаю. Что делает рукастый мастер? Помимо того, что у него три кубики и шесть рук. Совмещает кубики. Накладывает шок. Плохо. Похож на меня чем-то. Получить один щит, это, конечно, трэш полный. Наносим просто урон ему. Снять только урон с каждой атаки. Ну, заблокируют крайне мало. Я думаю, что мы просто ожогли ему, накидаем, и все. Можно было фокус прожать, я что-то не посмотрел. Шестерок натаскал! Собака. Правда, интересно, я думаю, две шестерки положил его в совмещение кубиков. Чтобы он получил обратно. Все шестерки обратно, да? В принципе, логично. Мы добиваем просто с пулькометов пулька стрелок и тому подобных гаджетов. Так, тут мы разбираем все-таки вот это. Соградить урон на один, да? Здесь она разбираем. Заимствовать оснащение? О, слушайте, а мы могли бы алхимика тогда? Если найдем алхимик, мы пытались бы алхимиком стать. А медведем, то есть ли как он там? Вот здесь я уже возьму ХП, кстати. Могли бы попытаться. А почему я прошлый раз сюда не зашел? По-моему, я пропустил какой-то магазин. Шестизарядник. Три... О, шесть урона за карту. За кубик. Три раза заход можно использовать. Он большой. Я шестерки. Они будут играть с тем самым, с моим фокусом. Но сама по себе карта там будет лежать мертвым грузом, скорее всего. Урона за шестерки восстановить здоровье. Это ловко. Давайте лучше поищем что-нибудь маленькое. Я хотел бы все-таки от маленьких карт играть, а не от больших. Так, улучшить все оснащение рано. Надо в конце этажа улучшать. Я уже это понял. Второй раз я на эти грабли не наступлю. Че ты тут лупишься-то? Забрала мои деньги, ограбила беспомощного... Какого-то безобидного инженера, точнее. Радуется. Сократить урон на один. Заимствовать все оснащение надо ли? Давайте что-нибудь стырим. Что нанести? Два урона. Два урона огнем. Но надо наложить один отжога. Хотим ли мы на этот ход использовать фокус? В принципе, можно. Вот эта карта, она играет просто типа от любого кубика. Давайте играем, короче. Вот так делаем. Просто дамаж на полной программе. Накладываю и ожогов накидали, и шока накидали, и пробили его почти до смерти. Нормально. Он сейчас тоже, правда, ожог кидает. Нам надо карту с ожогом не дрогать. Кубик, то есть. Заимствовать оснащение. Ну, мы его добили просто. Вообще без проблем. Пока что все идет достаточно быстро, достаточно просто. Но мне кажется, что в один момент главное вот все время следить за картами. Следить за тем, чтобы у нас забег не превратился в какой-то трэш. Щип плюс три, кстати, крутой. Слушайте, из металлолома крутой этот самый. Крутой гаджет, надо сказать. Мы берем и место вот этого, и место. А вот тут уже металлолом спасает. Вот тут уже, да. Вот тут уже он пригодился, к сожалению. Так, берем. Нет, не молот. Подделку. А, металлолом еще один. Отмычку, наверное. Не знаю. Черт его знает. Выбросить две шестерки. Давай, берем в рюкзак, и мы сейчас это возьмем сразу же. Вместо разделения кубика на два. Амулет полуночи. Окей. Хотя отмычку можно было бы продать. Блин, а так мы продаем что-то хорошее. Не, 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 так нет. Блин. Я могу взять вот так вот. Я хотел бы взять вот так вот отмычку, и что-то еще сюда дополнительное. Но не получается таким образом. Попытаться отмычку продать. В одной из попыток хотя бы должна выпасть, в конце концов, а. Ну, давайте попытаемся так, допустим. Черт возьми, у нас постоянно билд будет пеняться. Сложно будет сейчас. Как-то, он играет от шипов. Это я помню. Дублировать кубик, во-первых. Шестерку дублируем. Так, это сразу используемое. С этим нет смысла ждать, абсолютно. Шестерка на склады шок. Разделить кубик на два нет смысла. Верно? Верно. Делаем так. Разделить кубик на два единицы. На две единицы разделить. Куда мне их девать? Абсолютно бесполезная карта для нас сейчас. Нам некуда девать такое количество кубиков. Кактусовый щит. Ай. Кстати, по сути, два огнемета маленьких, это лучше, чем улучшенный огнемет, верно? Мы их можем разыграть, когда захотим. Нам их разыграть гораздо проще. Они нанесут ДПС абсолютно столько же, сколько и один большой огнемет. По сути, как бы да. Он же увеличивается в размерах, становится в два раза лучше. Он одноразовый, какого это смысла тогда? Странное улучшение на огнемет. Только если у нас нет огнемета, в принципе, второго. Если не найти его, тогда да. Так, дублировать кубик какой? А огнемет мы... Ооо, у нас кроме молота нечем дамажить. Я сейчас вдруг понял, ребята. А это плохо. А это уже плохо. Ну и что я тут сделаю? Мне не... Ооо, блин, вот это беда. Нам срочно нужен урон. Я как-то не обратил внимания. Шипов накидал. Продамажил чуть-чуть. Почему плюс один за каждый шип? У него же было два шипа... А, у меня был в локации лайк, очень точно. А то я аж удивился, почему так слабо нас пробил. Так, взять, стоять. Вот так. Ну, мы на следующем этаже его, скорее всего, добьем, конечно же. Но, черт возьми, надо что-то делать с атакой. Урона совсем не хватает. Мы буквально на следующем этаже уже будем от этого сильно отхватывать. Сильно страдать будем. От нехватки ДПСа. Сначала баррикаду защиты, чтобы... Чтобы от шипа не получить урон. А все равно получили урон. Походу, шип пробивает блок. Окей, будем иметь в виду. Ааа, дублировать все кубики. Какая подделка сильная. Все-таки, но металлолом надо сбагрить. Я не хочу ее сдавать. Отмычку дали, хорошо. Так, а вот теперь надо думать будет. Давайте, во-первых, мы здесь точно будем улучшать что-то. По-любому. Три монетки у нас уже забрали. Подделка. Она становится маленькой. Охренеть, какая крутая штука. А в рюкзаке что у нас есть? Амулет полуночи. За пятерку вытащить две шестерки. Жесть просто. Ну, черт возьми, это будет... Да. Я бы, знаете, как бы сделал? Я бы подделку сейчас бы улучшил. И оставил бы улучшенную подделку на потом, например. Либо я не знаю даже как. Просто чтобы вот эту подделку сбагрить на босса, то есть на гаджет разобрать. Вот эту подделку оставить себе на босса под один слот просто. Но от чего мне играть-то вообще? Молотый что ли сдавать? В принципе, можно. Они не настолько мощные. Ну, как-то так наши тогда зазобять наши выглядеть будут сейчас. Правильно понимаю? А, стоп. Молоту надо забрать. Я не могу два амулента в полуночи держать. Мне надо именно... Ой, как все сейчас проблематично. С уроном очень много проблем. Шестизарядник. Кстати, у нас шестерок целая тонна просто. Может, стоит его взять? Мы можем начать от шестерок играть. Слушайте, мы можем опять сделать билд на шестизарядник попытаться. Давайте попытаемся сделать. Серьезно, у нас есть шансы. Тогда нам надо просто подделку. Серьезно, а потом сохранить амулет полуночи тоже. Тогда мы будем продавать молот и огнемет. О, да уж. Звучит как не очень что-то хорошее. Не очень хорошая затея. Но черт узнает, что еще делать. Но сейчас мы пока шестерядник не берем в руку. Мы потом сможем его улучшить, чтобы он играл от шести шестерок. Шесть шестерок мог играть. Ух, мы можем на босса на один забег такое сделать. Но черт возьми, оно не играет в течение один на один бой. То есть, но оно в течение забега не играет. Заимствовать значение нельзя в смысле? В смысле? Стоп. В чем прикол? В чем нельзя? А, места в руке нету, да? Типа? Места в руке нету. Стопудово. Тогда я делаю дубляж. Четерок. Да, вот теперь можно кражу использовать. Нанести тревогу на ЦС. Лучше бы дали колдосской котел, либо напаляющий свет. Вытащили самую слабую карту, серьезно. Ладненько. Так, что мы тут будем делать? Мы хотим сейчас две шестерки притащить. В принципе, можно. Проблем не будет. Мы даже по очкам выиграем, кстати говоря. Это и по очкам, и по дамагу выгодно. Просто по количеству кубиков не выгодно. Ну и хрен с ними. Мы, конечно, не сыграем на Казани, зато мы два Шока сыграли. В принципе, я думаю, что правильно хост. Она теперь две карты не сможет сыграть, какие захочет. Ну, блин, ей, естественно, она... Она решила... Решил так сделать. Окей. 27, я понял. Приколы в ее ходе. Так, баррикад, заинтересоваться освещение. О, получить новый кубик. Четерку сбагрим сюда? Или как? Можно две пятерки. Блин, одного урона не хватит. Одного Карл урона не хватит. Смотрите. Один урона. Дальше 12. Выбросить две шестерки. Раз. Одного урона не хватает. Серьезно. Я не могу ничего сделать с этим. Кубик не берем, продолженный, потому что просто смысла нет. И этот один урона нам стоил примерно скольки? Да. Не приятненько. Ража. Не знаю, чем ворвать. Все, добиваем ее. Надо похилиться. А хотя не сильно. Ладно. О, спасибо за бой. И все такое. Гифка с мрачным взглядом. Ну да, она такая современненькая тетушка. У нас еще до левелапа два боя, как минимум. Многовато. Выбросить две шестерки на всех кубиках. Шестерки! Ни хрена себе молят полуночи, что делает. На всех кубиках шестерки, сдублировать все кубики и играть просто в шести зарядниках из пулемета. Вы представьте себе это. Я беру перфоратор, меняю. Ииии... Блин. Паяльную лампу, что ли, брать? Ну не могу я подделку. Серьезно, мы сейчас все просто профукаем. Весь урон улетит. Ну я не хочу подделку сейчас давать. Я сейчас буду попариться, походу, по поводу босса. Возможно, так не стоит делать. А потом окажется, что босса минимальная проблема из всех. А можем сундук взять, кстати. Нанести три урона три раза заход. Это хорошо, кстати. Маленькая карта, которая на дамаг. Ключевые пистолеты понабрали. Хоть что-то. Блин, таки, тебе вот это предложат опять, а? Молот заберут еще один. Очень плохая раздача была. Хотя там хуже, вернее, лучше, наоборот, ничего особо не придумают. Мне все... Я просто набрал целую гору карт таких, которых я не хотел отдавать. Сначала на снеговика. Сначала идем в ту сторону, где сундуки, потому что иначе у нас окажется так, что сильные карты под угрозой нашего гаджета будут. Так. Нечетных. Так, нормально. Мы ему не дадим играть много чего. Плюс еще ожог накидаем. Вот это, конечно, трэш. Мы сможем... Мы даже две шестерки не можем вытащить. А нам и нет. Я вот это даже не положу сюда. Ё-моё, какая беда. Такой хреновый ход. Ну, тогда так, бафаем по максимуму. Туда выгодно тройки скидывать вообще. Крой-то раз. Ай-яй-яй. Мы сейчас так шестерки можем вытащить, выкинуть спокойно. Перфоратор. Огонь. Дамага не хватает сильно. Выбросить две шестерки за тройку. Давай. Две шестерки пригодятся. Все шестерки меняем. Не уверен, что это надо было делать, но ладно. Дублировать кубик не забыл в последний момент. Но потихоньку мы пулькометом, этим латерным пистолетом, точнее, набиваем, конечно. Когда у нас много кубиков. Но в целом это вообще не выглядит как то, что я хотел использовать. Как-то сейчас у нас все... Наша ситуация выглядит абсолютно неуверенно. На следующем этаже она может отлететь очень легко. Стараемся, конечно, этого не допустить. Но кто я такой, чтобы спорить с этим рандомом? Тяжелый персонаж. Однозначно. Так, плазмоган можно сделать. Давайте плазмоган. Еще один плазмоган, да? Это на один бой будет. Наложите один шок. Ну, твою ж дивизию, какой трэш. Куда мне это, а? Я буду убивать вот этого соломенного человечка чисто за счет того, что у меня есть два плазмогана, да? Которые будут бить по пять урона. Ну, походу, что да, только за счет гаджетов. Так бы я его хрен убил бы. Улетел на человеческих слабость как в него. У меня огонь есть? У меня огня нет, да? Да, нет. Куда мне шестерки? Куда мне шестерки, кроме как сюда? Некуда больше. Шестерку раз. Кстати, смотрите, как мы делаем. Делаем так-так. Теперь мы почти выбрасываем шестерки. На следующий ход мы их выбросим. Потихоньку мы его убьем. Шестерок и десятки еще с гаджетов. Ну, это, конечно, совсем потихонечку. Он еще похилится. Собака-то какая. Сплошные мухоловки, еще посох у него есть. Как мы давно не видели посох, кстати говоря. Тыдыщ, тыдыщ. Так, за вот это выкидываем. Нет, стоп. Мы единицы играть не можем никуда. Так что лучше за единицы сыграем. Две шестерки вытащим. Дальше дублировать кубик. Налышать урон. Шокировать по максимуму. Фокус не требуется. Мы должны его добить вроде как. Да, добьем. С следующего года мы вытащим шестерку. Да, у нас там считается 6 плюс 10 дамаг. 16 урона мы можем нанести легко. Раз, два. И добить. Окей, но сейчас надо срочно искать дамаг, потому что урона нет абсолютно сейчас. Все карты на дамаг они закончились. И сейчас гаджеты тоже улетят в никуда. Нанести... А, нанести три урона все-таки это наносит урон. Окей. Я думаю, что Гудок будет накладывать шок. Но он наносит урон. Хоть что-то. Хоть какой-то дамаг. Так, копия, оснащение или улучшение. Амулет полуночи надо улучшить. Амулет полуночи, по-любому. Он за 5 энергий будет 2 шестерки выкидывать. А, или шестизарядник надо было. Знаете что? Мы могли бы брать с собой сразу же амулет полуночи и шестизарядник. И с ним просто таскаться и все. На все остальное забить. По факту, да. Мы бы с этих... Ну, как бы все остальное скидывать. Просто оставлять для того, чтобы сбагривать. Как вам есть сундуки со старту? Где мы тут? На штуках хп. Черт возьми, у меня сейчас будет с этим боем проблема большая. Нам придется сбагрить один амулет полуночи, да? Скорее всего, да. Либо подделку. И молотари придется тоже скинуть или что-то. Черт его знает. О, какая беда. А это кто такой вообще? Ведьмак. Окей. Черт меня возьми. Как не хочется улучшенные карты брать в руку с собой. Просто если прикиньте, мне сейчас выкинут мне на раздачу шестизарядника, амулет и подделку. Вообще беда будет. Ну, мы тогда делаем так. Тогда, наверное, наш ход. Или как? Мы по-любому тогда продаем амулет и подделку, либо... Ой, молот и подделку, либо амулет и подделку. Либо можно продать молот и амулет. И тогда притащить, например, один... Или, например, наоборот, молот и подделку, и вместо амулета взять улучшенный амулет. Чтобы он работал дешевле для нас. Черт ли я подделку уменьшаю? Будем убирать. Не хочу как раз-таки подделку. Я больше всего не хотел бы убирать. Как сложно-то, а? И оставляем так, как у нас сейчас есть. Я не знаю, у нас прям большая беда с большими картами. Не хватает карт конкретно так. Потому что дроп у нас... Ох, сейчас так будет тяжело. Начнется сейчас весь экшончик. Так, а мы не можем случайно амулет получше разыграть? Шестерку мы хотим дублировать однозначно. Дальше мы... Мы не можем с четверок его сыграть. Мы можем сыграть с четверки и шестерки. Давайте. Так, сделаем, наверное. Фокус пока рано играть. У нас ход был нормальный, в принципе. А мы хотим ему шок накидывать? Вопрос. Мы можем больше дамага влить ему на 4 больше урона, если сыграем полностью в шести зарядник две шестерки. А сюда четверку, например. Давайте. Вроде лютоволок не настолько опасный враг по своим навыкам. Он с липотом накидывает порчу, всякую такую гадость. Максимум тройка. Но он немного накидает. Ну, яд накидывает немножко. Не опасный был ход. Хорошо, что я сыграл от дамага. Ввести три урона туда-сюда. Так, теперь выбросить две шестерки нам надо. Как можем выбросить? Шесть. Плюс пять, да? Может пять, плюс пять. Вот таким способом. Все, вынесли его. Без проблем, в принципе. Но сейчас у нас будет беда с картами. Слушайте, не самый простой челлендж, надо сказать. То, что меня опасает больше всего у инженера, эту особенность нам усилили. Черт мне возьми, на всех кубиках шестерки. Офигенно. Ну, шок, трем оснащение. А чем я дамажник буду с шести зарядником только, да? Слушайте, значит, надо было шести зарядник срочно улучшать. Мы тогда чисто от этой карты будем весь дамаг вливать. Это наша панацея. Почему я сразу не улучшила? Ой, дурак. Шестерки, шок, трем оснащение. Нам все равно мы то и другое, скорее всего, в итоге сбагрим. Давайте сейчас все-таки вот так. Ну да, дублировать эти кубики я не хочу. А прикиньте, я бы взял бы и на всех кубиках шестерки дубликат всех кубиков в гаджетах на босса бы это притащило. Это было бы очень жесткой, жесткой комбой. Но, увы, уже вряд ли. Следующее оснащение плюс одно использование на этом ходе. Ходу. Следующее оснащение плюс одно использование. О, а если я дублировать кубик буду? Тоже прикольно. Давайте берем само собой. Мы это будем, во-первых, сейчас использовать, нам поможет. Немножко, во-вторых, мы это будем, в принципе... А, он уже взялся, да? Хорошо. Подделка, амулет полуночи. Оставляем, наверное, так как-то. Будем сбагривать сюда, постараться в подделку как-то. Дублировать кубик. Нет, у нас шестезарядник сейчас не будет играть, если у нас не будет амулета полуночи. Нельзя оставлять все это так. Амулет полуночи обязательно, просто обязательно. Еще шестезарядник улучшаем. Чем это? Что это даст? А, зачетное будет работать, да? А это станет маленьким. Нет, не надо. Шестезарядник это наша основа билда. Хилимся, раны хилиться. Тяжело, зараза. Как-то либо мне... Знаете, что мы можем сыграть, например, бросок крюком, дальше амулет полуночи, потом опять амулет полуночи, потом подделка, например, шестерок раздвоить, и мы там пять шестерок будем играть, где-нибудь вроде того. Давайте посмотрим, как это на практике выглядит, и как еще сильно изменить наш билд. О, какой ход. Со старта. Фокус, блин, просто и здесь фокус, и тут фокус. Офигеть, конечно. Так, но сначала мы делаем вот так. Раз. Теперь выбросить две шестерки и выбросить опять две шестерки. Далее фокус, само собой. Гуглируем кубик и шесть шестерок играем. Примерно так у нас ход выглядеть будет. Именно с этим я хочу прийти к боссу. И соснова это шестерки, и, блин, слишком много карт, от которых у меня идет билд. Морок накинул. Что это? Что это за дичь? Что это такое? Это я помню, это амулет полуночи, это я все помню, я все помню. Короче, у нас пропадает описание карт, судя по всему, да? Это написано все равно, что нам требуют за сюда, но это не очень страшно, если я помню все. А что у него еще? А, у него тоже, у него вечный мурок, да? Он сам не знает, что играет. Отличный просто персон-враг. Ну, я не вижу смысла что-то другое придумывать. Просто стреляем. Из шести зарядника. Шести зарядник очень сильная карта. С амулетом полуночи выходит очень-очень сильное применение. Заимствовать оснащение. Блин, фреш. Берем, конечно. И, блин, пришло. Время терять подделку, да? Амулет полуночи нельзя терять, точно. Просто, так сказать, по пути самого по пути, так сказать, как это называется, да? Карт вообще нету. Прикиньте, я сейчас еще две карты просру. Бросок крюковый, что-то еще потеряю. О, ё-моё. Амулет полуночи нельзя терять. И много шести зарядник, точно. Это хоть 12 урона будет. Ё-моё, какая беда. Дальше идет магазин, в принципе, с сундуком. Надо идти на Кракена, стоп. А, нам здоровь, все равно не надо. Ох, беда какая. Дублировать все кубики. Мы, конечно, сейчас за счет дубляжа мы будем выносить его все равно. Следующее оснащение призвнует порзин. Я думаю, что так будет выгоднее, кстати говоря. А, нужна двойка конкретно. Фу-то, блин. Тогда так сделаем. Две шестерки, дублировать кубик. Заинствуется оснащение. Порча врагу за четверку. Блин, мы могли наложить порчу. Могли наложить порча это минус одна карта, по сути. С кубиком. Ну ладно, сейчас у нас нормальный бой еще. Просто нам дальше будет нечего скидывать. Мы сейчас тоже скинули то, что я не хотел скидывать. Ну ладно. А здесь-то что? Это шестерка была. А это не шестерка. Это была единица. Тогда делаем. Вот так. Выбрасываем две шестерки, дублировать кубик. А, ну мы его убиваем, в принципе, сейчас. Окей, сейчас финальный бой остается. И на нем мы должны подготовиться, что какие карты мы хотим взять. Какие-нибудь я бы закосячил бы и пошел бы сначала на скелет, а потом на кракена. Я бы и без карт бы остался к кракену. И плюс еще я бы не мог для гаджета использовать те карты, которые у меня будут в магазине или там в сундуке, например. Это нельзя, это нельзя. Вот это меняем. Самый больной ход. Дублировать все кубики или на всех кубиках шестерки. Ну и мы не можем шею амулет полуночи убирать. Вот это убираем. Мы от амулета играем, мы без амулета не дамажить не будем вообще. Унести 4 урона плюс 2 за каждое использование. Кстати говоря, тоже играет с шестерками. Хотя это играет типа шестерка плюс единичка, например. А не так, как нам сейчас это предлагается. Еще эта карта слишком большая. Мы ее даже продать не сможем нормально. Ё-моё, какая беда. Бумеранг, светильник, кристаллы. Интересно, как бумеранг разберется? У нас денег хватает и то, и другое купить. В принципе. Какая беда, то с фиговиной. Электромагники, что ли, взять с собой? От них пытаться играть на скелете и тут еще, не знаю, хилку с бумерангом? Давайте попробуем, что ли? Я просто не знаю. Амулет по луночь и шестизарядник оставить, да? Амулет по луночь что делает? На всех кубиках шестерки, да, появляются? Нам это не надо, нам лучше выбрасывать шестерки. Это за одного кубика делать? Нет, не лучше. Нам надо его сбагрить сейчас. С другой стороны, он во время боя помог бы. Блин, нужен был дубликат всех кубиков и шестерки. Как это говорится, там? Юра, мы все просрали, да? Немасик такой есть, черт его знает, что делать. Ну, делаем, наверное, так, да. Шестизарядник брать я не хочу, хотя могли бы, в принципе. А вдруг электромагнит будет крутой какой-то? Амулет по луночь я точно не хочу разбрять. Шестизарядник тоже. Ну, давайте, ладно, все, погнали. На скелета хватит тут возиться как-то так. О, у него двойной меч, и у него порча, если не ошибаюсь, за четверку, что ли? Нет, за двойку. Двойной меч, широкий меч, то есть. И ввести шесть уронов себя, ё-моё. Дублируйте кубики. Давай, дублируйте кубики. А можно себя отхилить будет потом, кстати. Ай. Отхилили чуть-чуть. Заимствуйте оснащение. Ах, ты ж, блин, ну что ж, ты не тот и вытащил, я бы сейчас ему 12 дамагов пиндюрил, ну или почти. А это я даже разыграть не смогу. Это, к сожалению, одноразовое. Ну, это, это. Зато эти карты, они усиляются со временем, поэтому, как бы, карты хорошие, которые нам сейчас дали. Ну, в принципе, бой с ними должны вытянуть, наверное. Порча, плохо. Порча, это очень плохо. На хилку, допустим. Хилка сработала. Кража. А, мы кражу не можем сделать, потому что у нее карты большие. А если бы у нее была бы одна карта большая, другая маленькая, мог бы я контролировать кражу так, чтобы творовать именно маленькую карту, за счет того, что у меня только один слот под карту. Хрен его знает, честно говоря. Как мы делаем? Так, во, отлично, порча съела эту карту, отлично. Кража. В смысле? В смысле, кражу нельзя сделать? Почему? Я же ее не использовал вроде. Не понял. А вот теперь могу. А почему? У меня же было место вроде как. А, из-за порчи, там куда сжирает порча, помните, мы это определяли, это уже. Что там все равно, этот слот карты, он все равно активен. Я могу, если там слот, например, был бы такой с картой, которая в счетчике есть, я могу, даже если его порча съел, я могу туда кубики скидывать, мог бы. Я это уже проверял, именно из-за этого мы не могли сейчас кражу делать. Все, понял. Так, ну это нам выгоднее, однозначно. Все. Это, к сожалению, не сыграет от одного кубика. А вот сейчас как раз-таки на вас там, по-моему, двойка была, да, нам бы виск зашел бы как раз. Сейчас нам виск, наоборот, не надо. Ну мы откидимся, в принципе. Дудышь, дудышь. Кража. Вот здесь сейчас у нас порчи не было, поэтому мы, ну сейчас он, естественно, виск притащил. Мы его добиваем, в общем. Сейчас он порчи не было, поэтому мы притащили кражи раньше, чем в прошлый раз мы отхилили с полностью, получили еще один кубик, или нет. Или нет. повторить следующее действие. Охренеть. Какая имба. Бросить еще один кубик на шару, просто так. Ого. Берем это и бросить еще один кубик. Наверное, да. Наверное, это наш ход. Ну, хилку я не хочу через здоровье легать, но да, наверное. Максимально сильные карты. Шестизарядник. Во, все слоты забиты, как раз-таки. Электромагнит у нас остается. Целительный кристалл. Будем играть от шестерок. А всякую мелочь, если она остается, будем скидывать, допустим, есть единица, единица и шестерка, то можно скинуть ее в магнит уже. Например, вот так. Инженер против Одри. У нее, по-моему, тонна просто хп, и она делает какое-то землетрясение. Не помню, как она тяжело кастуется у нее. Но она кладет, по-моему, тонну просто, какую-то слабость, что ли, что-то такое. Прям, ну, не самый приятный босс, скажем так. Блин, он же шестизарядник, если мне ослабит, то это будет пипец просто. Давайте посмотрим, что у нее за карты. 74 хп, да, 4 кубика. Слабость с трем оснащением. Да, вот про что я говорил, землетрясение. Нанести 6 урона. Два раза отход, просто наносить урон. Прикиньте, притачишь 4 шестерки. 12 урона, плюс 18 урона, плюс еще слабость с тремоснащением. Жесть будет, конечно. Это что? А, фокус есть, отлично. Волшебный кубик. Фокус, спасай. Спасай, да, спасай. Теперь ярость делаем. Делаем вот так. Получаем еще больше шестерок. Зачем столько много, я не знаю, потому что мы все разыграть не сможем. Куда столько шестерок? Думай своей головой, я и на живот. Куда? Не хватает места. Ну, нормальный был ход, хорошо продамажили ее, очень хорошо. Знатно. Я думаю, что мы ее порвем просто. А, какой у нее ход трешовый, сплошные, нечетные, так еще и маленькие. Ну, ты бедолага, мы ее не сможем без получения урона убить, вряд ли у нас фокус не заряжен, к сожалению. За пять мы можем, в принципе, вытащить шестерки. Я думаю, что это стоит сделать. так раз, и вот так два. Две шестерки, еще две шестерки, теперь дамажим ее. Пекец, просто о чем я волновался? Вообще, изи, без проблем, шестизарядник, имба, а он шестизарядник, амулет получше. Все, выиграли забег на изи. Привет, привет, это снова я. У меня уже два предупреждения, так что мне не надо сделать все правильно. Я тебе говорю, крути колесо, и посмотрим, выиграешь ли ты. И ничего не говорю про махааа. И не говорю все вот это вот вслух. Упс. Все правильно, вроде бы да. Люблю наши встречи после своих побед в эпизодах. Че-то мне кажется, что этот осминожка, если будет допускать какие-то ошибки, то он не доживет до шестого эпизода, скорее всего он умрет раньше. А теперь я типа должен сказать, не повезло, сочувствуем в голосе. Точно. Мы прошли эпизод за инженера второй. Мы не открыли, кстати говоря, ни одного этого самого, да? Ни одного. Ни одну карточку. Ну и ладно. Нечего будет почитать сейчас, к сожалению. Ну и хрен с ним. Вот такая вот, ребят, получилась серия. В следующий раз у нас будет ведьма. Получится ли за ведьму сыграть? Потому что в прошлый раз у нее была большая проблема. У меня, кстати, из-за нее была большая проблема. Давайте почитаем, что у нас будет в следующий раз просто из любопытства. Кое-что заманчивое, случайные чары каждый год. Что? Да-да, совершенно случайно. Казалось бы, что может пойти не так? В одной ячейке качар каждый ход появляется совершенно... О-о-о-о! У нас в ячейках, где у нас будет за ведьму, походу, карты, то есть в нашей руке постоянно разные качары. Разные заклинания из книги нашей. Я их притаскиваю, они рандомные. Ё-моё, какая жесть. Тогда мне надо так, чтобы у меня билд в идеале играл от любых четырех карт в моей колоде. Или можно не брать лишние колоды, не лишние карты, например, играть от четырех карт и все. Остальное вообще не таскать. А почему бы и нет? А они там, наверняка, не могут еще и повторяться. Черт его знает. В общем, в следующий раз это увидим. А на этом, ребята, на сегодня все. Вот такая я получила серия. В принципе, победа была приятная и уверенная. Хотя все время мне казалось, что я в один момент могу слиться. Шестидарядник имба, конечно, да, хорошая карта. Ничего не скажу. В общем-то, ребят, все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ребята, кто еще не подписан, потому что не подписаны еще больше половины зрителей канала. Именно тех, кто именно по времени просмотра. Не просто так, кто зашел и вышел, а именно тех, кто смотрит стабильно. Если что. На канале уже 548 человек. Вы прикиньте, если бы все эти люди подписались, как бы у нас много было бы. Стало бы уже касать. Ё-моё, жесть какая. Конечно, далеко не все, не все видео интересуют всех, само собой. Большинство интересует Dead Cells, но кто-то и смотрит Dicey Dungeons. И вам я тоже очень-очень, ребят, рад. За неделю подписалось огромное количество человек, около 50. Просто я в шоке, на самом деле. Это была самая продуктивная неделя почти каждый следующий, каждый следующий месяц, вообще без исключения, сейчас идет продуктивнее предыдущего. Но вот эта неделя, она просто выше всех ожиданий, так сказать. Очень, ребят, рад. Огромное спасибо всем, кто проигрывает актив. Оставляйте комментарии, стараюсь всем отвечать. И не забывайте оценить видео, ребят, это сильно мотивирует меня и помогает каналу развития. А я желаю, ребят, всем хорошего, отличного, позитивного настроения, конечно же. Такого же хорошего, удачного дня. И всем еще раз, ребят, удачи, до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok